Добрый день, дорогие братья и сестры! Предательство интересов собственной страны у нас в государстве называется изменой. История, которую я хочу сегодня рассказать, совершилась в начале XVIII века. Ее описал в своем замечательном произведении Александр Сергеевич Пушкин и назвал эту поэму «Полтава». Сначала Пушкин хотел назвать это произведение «Мазепа». Но потом решил назвать его «Полтава» в честь битвы, в которой победил Петр I, 350-летний юбилей со дня рождения, которого мы празднуем в этом году. Итак, гетман Иоанн Мазепа. Любимец царя Петра I, его доверенное лицо на территории Запорожской Сечи, известный предприниматель, деятель, политик, как бы сейчас сказали, дипломат. Очень многое доверял ему Петр I. Но, как это нередко бывает, те, которые, приблизившись к императору, начинают преследовать собственные интересы, предавая не только интересы царя, но и всего государства, это же почувствовал и гетман Мазепа. Он получает образование в Польше, сближается с польским королем, он знает несколько иностранных языков, он входит в прекрасные доверительные отношения с Карлом XII, шведским, и, конечно, знание языков, богатство, власть, умение пользоваться своим авторитетом, это все снискало у Петра I всецелое доверие этому своему ближайшему помощнику Гетману Мазепе. Больше того, в один из случаев Гетман дарит Петру I еще тысячу лошадей. И так подарки, знание нескольких иностранных языков, умение договариваться, это всегда привлекает человека к высшим ступеням власти. Ну, как опасно ходит такой человек, находясь прямо рядом с государем. А вот что произошло дальше. Часто посещая дом генерального судьи Запорожской Серчи Василия Кочубея, он влюбляется в его дочь, которой было всего 16 лет. Больше того, она была его крестницей. А что такое крестный отец? Что значит полюбил крестную дочь, когда он ей отец? Больше того, он склоняет ее к супружескому сожительству. А потом где просит руки у отца, для того, чтобы пожениться с его юной Матроной, 16-летней девушкой. На что, естественно, получает отказ, потому что по уставам церковным отец духовный не может быть мужем своей крестницы. И это позор для семьи. Он практически опозорил семью Кочубея. На что Василий Кочубей пишет докладную царю Петру Первому. И, попадая в немилость, потому что Петр очень доверял Ивану Мазепе. И даже не думал, что он может стать на сторону такого греха. Более того, Василий Кочубей в своем письме Петру Первому сообщает о том, что Иван Мазепа затевает измену, предательству царю и государству путем не только перехода на сторону короля шведов Карла XII, но и вывода из своей страны большой части финансовых средств. Петр Первый, получив известие от Василия Кочубея, не верит написанному и повелевает заключить под стражу Василия Кочубея вместе с полковником Иваном Искрой. Их долго пытают, и потом все-таки казнят. 15 июня 1708 года им отсекают головы. А буквально через два дня их привозят в Киево-Печерскую лавру и там, возле трапезного храма, предают погребению. На могиле похороненных Кочубея и Искры, на чугунной надгробной плите, напишут эпитафию со следующим текстом. Кто проходит мимо нас и не знает, что здесь положены те, которым страсть и смерть повелели молчать, «Но этот камень возвестит вам о нас за правду и верность, испившим чашу страданий и смерти до конца». Злодеянием Мазепы, всевечно правы и усечены топором во главы, почиваем всем вместе матери-младычице, подающей всем своим рабам жизнь вечную». В год 1708 месяца июля 15-го дня посечены благородный Василий Кочубей, судья генеральный, Иоанн Искров, полковник Полтавский. Привезены же тела их июля 17-го в Киев и того же дня в обители Святой Печерской «На семь месте погребены». Как предупреждал Василий Кочубей, вскоре произошла измена Гетмана Мазепа. Петр I, раскаившись в своей ошибке, назвал потом Кочубея мужем честным, славные памяти. И тогда же по приказу Петра I были возвращены его жене и детям конфискованные имения с прибавкой нескольких деревень. Предатель интересов государства Иван Мазепа переходит на сторону шведского короля Карла XII с тем, что уводит с собой еще и около трех тысяч казаков и большую часть государственной казны. Вот как об этом впоследствии своей поэме напишет Александр Сергеевич Пушкин как наш русский пророк. «Давно замыслили мы дело», как бы передает мысли Гетмана Мазепа Пушкин. «Теперь оно кипит у нас. Благое время нам приспело борьбы в великой близок час. Без милой вольности и славы склоняли долгом их главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы». Вот под чье покровительство Пушкин указывает. «Уже обращен Гетман Мазепа под Варшаву, под католичество, а не под православную Русь и под ее столицу Москву. Но независимой державой Украине быть уже пора. Он уже полностью желает перейти под власть Варшавы. «И знамя вольности кровавой я поднимаю на Петра». Вот к какому дерзновению уже был готов Гетман Мазепа, хотя еще оставался в полном доверии у царя Петра Первого, а сам уже замыслил ему предательство и измену». И потому сегодня такая ненависть ко всему русскому, что те, которые ее предавали, сегодня стали героями. А для России предательство всегда оставалось предательством. И измена всегда оставалась изменой. Петр Первый после того, когда разбил шведов под Полтавой, повелевает вылить из серебра пятикилограммовую медаль, в центре которой изображен Иуда Искариот, повесившийся на осени. Внизу этой медали расположены 30 серебряников и очень удивительная надпись. «Три клят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится». Петр Первый предполагал вручить этот орден Гетману Мазепе, как Иуде, предателю интересов государства российского. Но вручить эту медаль ему не удалось. Почему? Потому что Гетман Мазепа сначала убегает в Швецию, а потом, как есть свидетельство историков, в Османскую империю, где и умирает. А чуть позже граф Алексей Толстой напишет «Ты знаешь край, где с Русью были ляхи, где столько тел лежало средь полей. Ты знаешь край, где некогда у плахи Мазепу клял упрямый кочубей. И много, где пролито крови славной в честь древних прав и веры православной». Спустя 200 лет после победы русской армии над шведским королем Карлом XII в Киеве воздвигнут памятник двум героям России, одного из которых звали Василий Кочубей, а другого полковник Иоанн Искра. А память о предателе предателе, гетмане, Мазепе будет изглажено из истории, лишь сохраняясь тем страшным предательством, на которое готов человек ради собственной выгоды и политических интересов. Да избавит Господь и тех, кто сегодня стоит у руководства наших администраций, нашей страны от окружения предателями, которые, как мы видим, не один раз подводили не только своего государя, но и всю нашу Великую Русь. Русь святая, храни веру православную, где же тебе утверждение.